Приветствую всех зрителей! У нас сегодня на обзоре очередной линкор и это Монтана, 10 уровень американской ветки развития. Вначале, как обычно, пробежимся по ТТХ корабля, а потом уже по перкам, модулям и особенностям данного корабля. По боеспособности здесь у нас худший показатель на уровне, 96300 очков боеспособности и, конечно, остальные десятки, особенно Курфюрст, по этому показателю нас превосходят. Бронирование цитадели у нас достигает 409 мм и есть достаточно хорошая ПТЗ, которая снижает урон от торпед на 37%. Если поставить еще и основы борьбы за живучесть модуль, то возрастет до 39 мм. Главный калибр здесь представлен четырьмя трехорудийными башнями калибром 406 мм и эти орудия и башни нам хорошо знакомы по предшественнику, линкору Айова. Точно такие же башни, вся разница в том, что на Монтане их четыре, а на Айове три, потому что, по сути говоря, Монтана это немного улучшенный и усовершенствованный проект линкора Айова. Поэтому все параметры главного калибра здесь также идентичны с девяткой. Дальность стрельбы у нас 23,6 км, перезарядка в стоке 30 секунд, поворот башен 45 секунд на 180 градусов, урон с фугасов у нас 5700 при 36% вероятности поджога и 13500 у нас максимальный урон с бронебойных снарядов. Присутствует у нас здесь ПМК, 10 башен по два орудия в каждом калибром 127 мм, стоковая дальность стрельбы ПМК 6 км. ПВО представлено у нас орудиями 20, 40 и 127 мм, дальность стрельбы в стоке от 2 до 5,2 км. По скоростным маневренным характеристикам здесь у нас максимальная скорость хода 30 узлов, если еще подцепить флажок, то можно уже выжать супер максимальную скорость в 31,5 узел. Есть радиус стиркуляции у нас 950 метров и перекладка руля 22 секунды в стоке с модулем на ускорение 17,8 секунд. И по незаметности мы светимся с 17,8 км с кораблей и с 16,1 км с самолетов. Опять это же стоковая дальность засвета. Все наверное уже прекрасно слышали, что в грядущем патче 0.66 можно его попробовать уже на тесте. Данный кораблик точно так же как и на 9 уровне Айову и Миссури апают, а точнее часть помещений из цитадели переводят в каземат. Если сейчас у нас цитадель достаточно хорошо торчит над водой и Монтана очень хорошо получает туда ББшками, то в новом патче эти помещения перевели надводные в каземат и теперь у нас уже вся цитадель находится под водой. Поэтому теоретически цитадели к нам в борт и в ром будет заходить теперь поменьше, а вот белого урона так же как и на немцах 9 и 10 уровня по идее должно как раз-то заходить больше. Конечно белый урон все-таки это лучше, потому что его можно отхилить, но посмотрим сильно ли это повлияет на живучесть данного корабля. Теоретически максимальный урон конечно не должен будет выскакивать, какой выскакивает при пробитии цитадели, но тем не менее возможно что и белого урона будет вливаться так же достаточно хорошо. Конечно же те кто данный кораблик скажем так не любят и на нем не играют, а на других линкорах играют, данная новость возможно огорчит, потому что все прекрасно знают, что как Айова с Миссури, так и Монтана, если кораблик подставил борт, то это целая куча халявной домашки, да и не только в борт, в ромбик, особенно под передние башни. Кораблик великолепно пробивался и конечно если сейчас в цитадели урон не будет вылетать с таким хорошим завидным постоянством, то многие люди немножко огорчатся. Мне данный кораблик нравился и в общем-то несмотря на то, что на Монтане я любил играть, данная конечно новость про изменение баланса бронирования меня тоже немножко расстроила, потому что реально если на Монтане аккуратно играть, борта не подставлять, а вот другие Монтаны частенько дарят огромное количество домашки вам и поэтому я бы не сказал, что прям данное обстоятельство конечно мешало Монтане нагибать, очень сильно раздражало, те кто любил данный кораблик, привык на нем играть, просто-напросто свыкались с этой особенностью и старались без дела не подставляться. Ну а вот как раз сейчас будет яркий момент, как можно было хорошо сразу одним залпом набить 50 и более тысяч домашки, вражеская Монтана идет по рельсам, не совершает никаких маневров и честно говоря, если даже задумал-то совершить маневр с такой перекладкой скоростью руля и соответственно с циркуляцией особо ничего ты сделать не сможешь, если не начал маневр заранее и сразу видим минус 50 тысяч по вражеской Монтане. И с другой стороны, одна Монтана мне присылает в борт в 2700, вторая Монтана видим, летят ко мне плюхи и соответственно я уже жду, как сейчас мой корабль похудеет, но нет, все снаряды легли или с недолетом или с перелетом, то есть даже перед двумя Монтанами при, скажем, великолепной удаче можно было раскорячиться и ничего при этом не нахватать. Во что затачивать данный корабль и вообще какие по нему рекомендации? Конечно, как и для любого линкора можно здесь и ПМК, и ПВО, и живучий сделать, и какой-то смешанный билд, но я думаю, что очень редко кто на Монтану ставит особенно ПМК билд, хотя я таких, конечно, людей в рандоме встречал, но я не думаю, что ПМК на данном корабле является сильным местом и поэтому затачивать и уделять ему внимание стоит в самую последнюю очередь, да и, честно говоря, это любители. Все-таки Монтана лучше играется от дистанции и уделять внимание ПМК здесь, конечно, смысла нет. А вот чему и смысл уделить, это, конечно же, ПВО и живучесть. В первую очередь, если говорить про Капитана, конечно же, если у вас есть Стивен Сигал, то смело данного Кэпа садим на этот корабль и, соответственно, ввиду того, что у него есть несколько продвинутых, ну, точнее, более крутых перков по отношению к обычным Капитанам, то есть смысл как раз их на Монтане взять. На первом уровне это Мастер Заряжающий, но, в принципе, не всегда фугасы по эсминцам заходят лучше, чем ББшки. Многие как раз-то и ставят его для того, чтобы быстренько вместо ББшек зарядить фугасы, но, честно говоря, как показывает опыт, частенько ББшки наносят более лучший урон по эсминцам, особенно в борт или в нос, в корму, чем фугасы. Поэтому тут достаточно спорные вопросы, и можно вместо Мастера Заряжающего взять артиллерийскую тревогу, чтобы знать, когда по вам сделали зал, особенно если вы дуэлитесь с вражеским линкором. На втором уровне, конечно же, это Мастер Наводчик, достаточно хорошо ускоряет скорость поворота башен и перк отчаянный, который добавляет вам скорострельности, ДПМа, если ваш корабль уже просадил ХП. На третьем уровне я, конечно же, беру Супер Интенданта, потому что хилка лишней не бывает. Ясное дело, не во всех боях ты их все используешь, но реально бывают бои, когда хилка решает. Поэтому я все-таки на всех линкорах беру Супер Интенданта. Также на третьем уровне я взял основы борьбы за живучесть, чтобы поменьше гореть, и кораблик больше выживал под фокусом фугасных ребят. И на четвертом уровне противопожарная подготовка, опять же, защищаемся от фугасов и ручное управление огнем ПВО. Потому что ПВО на данном корабле действительно хорошее, дальняя аура тоже мощная, и не уделять внимания на данном линкоре вопросам защиты от авианосцев, конечно же, не стоит. Обязательно надо что-то сделать с ПВО, прокачать его, особенно если вы играете соло, потому как кораблик очень длинный, торпеды кушает замечательно, маневренность у него достаточно плохая, и поэтому, если вражеский авик до вас докопался, то, конечно, вы очень много сможете отхватить торпед. Конечно, при условии, что авик нормальный, скилованный, то тут шансов вернуться от него не будет, а если вы хорошо свое ПВО апнули, то это, конечно же, добавит вам живучести. Вот как раз пример того, как хорошо Монтаны пробиваются под передней башней. С первого залпа все-таки не зашло, потому что видим, что много получилось рикошетов, угол еще был недостаточный. Ну, а сейчас я готовлю второй залп, смотрим, что уже угол чуть-чуть стал получше, и, соответственно, залп, и до свидания, Монтана отправляется на дно на 27 тысяч. Что по модулям, какие здесь поставить модули? Опять же, мой выбор в первый слот это живучесть башен главного калибра. Тут, я думаю, что без вопросов, потому что это линкор, и это наше главное средство нанесения урона, поэтому живучести башен надо уделять особое внимание. Второй слот, конечно же, я взял дальность стрельбы ПВО, потому как наше ПВО вручное управление огнем его немножечко отнуло, а покуда данный перк действует именно на универсальные орудия, у них самая большая дальность, то и есть смысл во второй слот поставить перк, который увеличит дальность огня нашего ПВО и, самое главное, дальнюю ауру. Третий слот, тут мой выбор пал на досылатель. Для того, чтобы уменьшить перезарядку с 30 до 26 секунд, вот досылатель очень хорошая вещь, к тому же, если у нас еще и стоит и отчаянный, то перезарядка может упасть менее даже 25 секунд. Четвертый слот, тут все понятно, основы борьбы за живучесть, улучшаем ПТЗ, меньше горим, меньше тонем. Пятый слот, рулевые машинки, для того, чтобы корабль хоть как-то начинал маневрировать и поворачивать. И, конечно, шестой слот, модульное обнаружение, для того, чтобы заранее засекать торпеды, потому что, опять же, корабль имеет очень плохую маневренность. Ну и, конечно же, в дымах, если вы давите, хоть как-то пересвечивать вражеские сменцы, для того, чтобы иметь право первого залпа или хотя бы как-то на них довернуть. Поэтому, если в целом говорить про данный кораблик, то Монтана мне понравилась с первого боя. Это была вторая десятка, которую я выкачал. И, я думаю, что после апа данный корабль еще лучше заиграет, повысится его живучесть. И, я думаю, что даже те люди, которые были не совсем довольны Монтаной, есть смысл снова к ней вернуться, потому что кораблик и так-то хорош, а с новой живучестью будет радовать своих поклонников.